Жители Иркутска проснулись по двое перепуганных собак и звук автосигнализации. В квартирах раскачивалась мебель и техника. Посыпалась штукатурка. О, веселье продолжается. Ужас короче. Люстра извинит. Сильнее всего землетрясения почувствовали жители высоток. Люди выбежали на улицу, владельцы машин сгоняли их подальше на всякий случай. Ночь, третий час, как тряхануло. Соседи все повылазили, кто-то повыходил. Я не хочу раздеваться, ложиться обратно, потому что мне страшно. Я теперь не усну. Впрочем, обошлось без паники и эвакуации. Отошла, короче, стена. Да, вот тебе и джакузи. Повреждены 18 школ и несколько детсадов. Остальные соцобъекты инспектируют сотрудники администрации. Толчки достигали 7,6 баллов в семи районах Иркутской области и Бурятии. Эпицентр подземных толчков находился здесь, на берегу Байкала, в Кабанском районе Бурятии. Сейсмологи утверждают, что это чуть ли не единственное вертикальное землетрясение, необычное для данной территории. Тряска изрядно напугала жителей Дубинина. Село оказалось ближайшее к эпицентру. Что-то зашумело. Потом вроде что-то закачало. Ну как на поезде. Ну и всё. Этот район повышенной сейсмоопасности. Примерно 100 лет назад здесь, в результате мощного землетрясения, ушли под воду сразу несколько деревень Бурятии. Были погибшие. Большинство жителей спаслись. Эпицентр находился в центральном Байкале. В районе вот того знаменитого залива Провал, который тоже образовался в результате десятибального землетрясения в 1862 году. Сейчас в Иркутске введён режим повышенной готовности. Жители подсчитывают убытки. Здесь трещина стала тоже больше намного пасти. Отходит вообще она. Учёные говорят, что повода для паники нет. Но нужно быть бдительны. Озеро растёт в размерах. И подобные явления происходят здесь регулярно.